эксклюзив слова так какое одними из первых сейчас в прямом эфире смотрим вторую часть ранний доступ в городе клин моем родном городе прошел рейд очередного тухлопритона магазина верный кто не смотрел первую часть оставлю ссылку в описании где мы с артёмом вульфом вычистри там тележками да вот это все вывезли и тут сейчас будет самое интересное обязательно посмотрите первую часть это просто разрывная реаль жестко в описании всем приятного просмотра лайки ребят подписки обязательно забывать ставить youtube не присылает нормальное оповещение проверьте стоит ли колокольчик подпишитесь на телеграм-канал по написано hard inside прямо вот сейчас прямо там iphone уже новый разыграли просто от души весь год хочу вам делать подарки пусть смотрите рекламу поддерживаете меня ну и короче от себя от разыгрываю до этого подпишитесь на канал и подпишитесь на телеграм-канал hard inside все заходите принять участие в розыгрыше прям в шапке все не пропустите сейчас разыгрывается macbook air все все сказал новый который вот этот вот там какой-то навороченный но как говорится поехали а самый лучший мерч можно купить на hard playstyle.ru там вы сможете найти как крутую авторскую одежду высокого качества так и товары для дома также для вас на сайте действует бонусная программа ссылочка в описании добрый день добрый вызывали сотрудников полиции вот данный мужчина выражался не сузу а вот мужчина стоит лысый полное осуждение полное осуждение дорогого это из первой части игры поэтому прям рекомендую посмотреть все как всегда все как мы любим там все нормально прямо папа с полным проникновением гражданин говорит а чё это вы снимаете я так хвалил в предыдущей части первый наряд который приехал они прямо приехали и прям вот вот все прям с иголочки прям там такой-то такой-то представились все головные уборы и папахи на голове на грудной медали это висит вот такой вот как у шерифов всех все есть и вот зачем вот вот вы ну зачем зачем вот это все кто вот сейчас вот-вот в клину за росгвардии смотрит ну ну для чего ну за ну ребят ну почему сказали дали дали снимать давай без давай пожалуйста я горюча все бутылку только не снимай пожалуйста подглядывает то есть человек он как бы признает то что да он не отрицает но молодец на самом деле молодец я таких уважаю телефон снимать потому что хочу я предупреждаю вас что это будет если выложены в сеть так то соответственно я имею право то соответственно мы все вместе посмотрим этот прекрасный видеоролик запомнить ваша служба гласная ребята все не позорьтесь никогда на камеру глаз на я господин колокольцев уважаемый сказал это давным-давно в законах все прописано все везде есть это надо знать не бойтесь никогда камера не внесят в магазинах они висят везде где только можно если вас ведут феде видеофиксацию действия на телефон возможно это для суда фиксируют и вы должны показать пример как надо делать они как не надо но что ж такое а я так нахваливал всю предыдущую эту где я был в этот момент почему я этого не слышал почему этого не видела человек на которого указали граждане сам признается сотруднику росгвардии в том что он угрожал причинением тяжкого вреда здоровью другому человеку но вместо того чтобы разбираться с этой проблемой сотруднику росгвардии волнует почему-то телефон в руках оператора сотрудник росгвардии видите службу свою ну зачем но другие же ребята ну ну все же все знают ну ну ребят ну елки-палки давайте его не будем сейчас усугублять без того усугубившие ну вам уже сказали но человек признается уберите задерживать но чего начинается чего как данкен то в конце концов давайте я буду вам указочного не будет давайте буду давайте буду у нас какой-то замкнутый круг получается честное слово давайте буду давайте не буду нет не аута давайте не будем это блогер какая раз блогер или нет сам факт я большая разница парни да нету никакой разницы ну такие же люди но возьмите вы на вас смотрят вы представляете какие звездища на вас смотрят там не только с неба там вот такие смотрят вот такая вот плямба вот такая а он в свою очередь смотрит с двумя вот такими и все они смотрят ну ребята ну ну зачем вот это блогер не блогер ну покажите вы себя с хорошей стороны покажите как надо себя вести ну чего вы начинаете это пену ты эту господи вы вызывали я вызывал естественно он делал что он выражался только что он сам о чем говорит потому что времени на то потрачено ребят но время надо было тратить его выслушивать они рамсица за камеру выражался инстузорное брание в помещении магазина выражался угрожал мне бутылкой голову разбить угрожал он сам признает в этом принципе на пешком заявление пройдем вот это сразу нельзя было сделать нет я на месте здесь напишу заявление вызывайте чтобы он не убежал вы его задержите ребята все хорошие крепкие толковые ну зачем вот это вот добавлять это блогер это не блогер да человек это в первую очередь человек который указал на нарушителя правопорядка или на магазин с тухляком учу все как эти-то стоп я сказала стартуем я сказал у меня джип в клин у стопа и молодец знаете вот я я артем гуряга артем говорила в первой части во второй тоже скажу артем говорю клин никогда не подведет это город прекрасно родной мы в котором я вырос родился я говорю я его знаю я говорю всегда ребята дадут красиво все вот пожалуйста он угрожал говорит бутылка очень быстро приехали вот к ребятам с росгвардии обращаясь парни но тяжелейшие у вас служба работа как хотите это называйте не знаю чем вы занимаетесь как служить или работаете вы сами напишите или знаете понимаю что сложно реально сложно нас смотрят с росгвардии из полиции я не знаю какое количество людей их немерено на каждом рейде нас узнают и ведь ну почему каждый раз одни и те же ошибки два экипажа приехала 2 моментально приехали четко все ну зачем вот это пена в самом начале ну для чего ну зачем да что ж такое а было разобьет при мне обидно правда обидно мы ждем мы не против я они реально адекватные они отлично общались там поговорили там за кадром то есть все они они нормальные люди реально нормальные они говорят ребята выходной день ну вот так вот за камеру ту ну надо знать мы очень удивлены чтобы так быстро отреагировали на самом деле вот даже артем подчеркивает обернулся участковый что видеозапись предоставим что у нас есть видеофиксация этого всего без вопрос с радостью в суд приду покажите где вас на завалял да так и не вызвало до сих пор жду от юриста приглашение в суд где и вот этим словом называл я лично потому что этого нет а это клевета юристы местного разлива пожалуйста пожалуйста а нет прошу прощения это артем прошу прощения все все артем артема срочно туда все все на него я бы на него тоже подал на самом деле быдло еще то на самом деле нахождение в нетрезвом виде вообще с на месте есть вопрос да есть тоже вопросы какие вопросы то есть я выходной день не могу пать в магазине нет в общественном месте запрещено нахождение в сцене алкогольное опьянение вы ведете себя вызывающе по моему мнению включаем так перемотка сейчас мне здесь вот проектор все фиксация мне пожалуйста предоставить да я на вас вы мне неинтересно честно я на заявление причем вот эту фразу и говорят уже много часов часа два и говорили не разговаривайте с нами просто не разговаривать все высказывать свое мнение с камерой стоите скажите там вот плохие люди все хорошо это ваше мнение все все молодцы мы пока просрочку уберем да все классно все здорово вот эти блогеры все 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 что не собираюсь да 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 не достойно достойно а почему в состоянии алкогольного подождите друзья мои пятница вечер но грех не орошить горловой отсек согласитесь пиванды не вин винчиком там и про винчи говорили прошу проще счастью нет дождался дождался реально дождался мужика дождусь мужик реально мужик дождался молодец все признался все хорошо уехал всю субботу просидел дождался на мужика дождешься на мужика артем на мужика и лёха доталова два биба и боба не отрицается угрожал я удел я вас веношел приехала лайки лайки ловите кстати молодец что напомнила лайки 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 вы до этого самому любимому стримеру да да ребят ну сам себя как говорится новый рейд не сделает надо палец вверх очень пишите в комментариях куда куда приехать пишите город пишите магазин с адресом все как положено что там видели не видели пишите я это все артем и между прочим передаю там где много очень жалоб вот жаловались мы изначально вообще вашан еще раз говорю приехали по жалобам людей потому что писали за этот магазин огромное количество жалоб но ничего все все пришли посмотрели ноль вопросов то есть там две позиции про срока мы даже не стали ну как бы там заморачиваться не знаю может убрали может быть как-то отреагировали может как-то новый директор не знаю что там случилось но вот это правильно ставь тебя лайк не забудь поставить комментарий напиши что ты думаешь о происходящем еще винта нормально пойдет я на пивка хватит уже для кондития я вообще нет вообще тоже не пью жизнь за курение суши ну дождался нет я не знаю чем добивает я говорю угарные ребята может вам подскажете что запрещено вас выкладывать интернет почему можно подойду лег а то я не запрещено нет у меня но вы нас спрашиваете парни ну прекратите вы же знаете что все это разрешено вы же прекрасно знаете что вся служба глаз на я вот вот зачем вот так мне хотелось вот 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 такие пришли вот в первой части ну ну постарались же вы тебя но почему тут полиция получается росгвардии 10 до все а как а как вот так если что просто почему запрещено там почему потому что почему потому что потому что и молодец вопрос попросили по-человечески просто по какому человечески по какому ребят человечески по какому по-человечески можно попросить дверь придержать в магазине когда вы со службы идете вот это по-человечески я допустим всегда так делаю реально вот ну не впадло по какому человечески вы на 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 вызов приехали там где угрожают людям ну по какому все человечески то где почему по-человечески попросил я не так вас принял что 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 начали агрессивно на человека эти кого-то не агрессирует можно было объяснить спокойно чего еще раз почему можно подойду лёх ну не слышу просто почему запрещено там почему у вас просто попросили по-человечески просто человек попросил чего же руководство но вы просто правда руководство по-другому без имен обращаюсь к уважаемому человеку начальнику да он поймет про кого говорят ему сто процентов передадут я просто не понимаю чё здесь за непонимание то у ребят каком-то на руководство на какой-то ссылаются подставляйте руководство что руководство говорит всем гражданам не снимать не фиксировать на извините на камеру ну у вас начальник если я за того думаю кто если он там до сих пор сидит это несет службу да это же человек который уже там много лет за порядком следит в городе ну зачем подставлять пупу получается ну тут уже надо да будет пообщаться не враги мы вам не враги парни мы вам помогаем с вами вместе заодно понимаете параллельно двигаемся не мы ничего не такого плохого не делаем пальцем показываем вот так вот вот плохо вот здесь плохо ну защиту я не верю что это руководство что рука мне просто интересно что руководство говорит я просто имен не хочу называть там реально человек который очень давно несет службу в городе клин я ну так скажем косвенно знаком с этим человеком уважаемый человек при чем здесь руководство что руководство всех такой на построение построил так говорит так давайте алексей алексеевич назову его так мужики как только телефон увидите сразу прям гарпуна сразу кидайтесь отнимайте и все запрещаете стас что ты мне рассказываешь вот у меня в чатике здесь вот товарищ все пытается ну ну зачем руководство туда руководство смотрит оттуда вот с таким большим вот этим да на воротах и вот с такими большими этими вот там вот вот надо вот там вот попереживать что-то оттуда посмотрят и туда это вот это начнется понимаешь какую-то руководству сами за сами залезли сами разбирайтесь ночью вы значили агрессивно на человека эти кого-нибудь я просто не начал агрессировать просто просил да не просто просил залезли надо значит спокойно все это ответить и все можно было объяснить спокойно ну как минимум фиксирует правонарушения нет ну я понял нет никто не сказал вашего без агрессии были просто я понял вас но то что руководство он говорит я и так это знаю ребят женщина не собирает писать заявление а вот конкретно на данного мужчину он прямым текстом нам угрожал поэтому я считаю написать это как минимум что мы можем сделать и 2.1 данном случае это самое мягкое наказание которое может получить по моему мнению опять же алексей возра делают за вот уже вот и за вторую покупку ты там карточки сию и код покажи получше нам нет да конечно мой подписчик откуда вот если бы у меня конечно была бы реклама одного одноименного проекта до как на котором мы за орду играли да ну там конечно да откуда часто откуда откуда серёжа откуда вон последние ребятам ноутбуки отдаю в телеге разыгрываю какие все самые последние ты знаешь так прям молодец за молодец и мне тоже надо сделать больше сразу прям даже пауза такая да за колбаску смотрите верно сделали возврат даже без чека и не знаю как вот реклама верно записываем служи деньги реклама была была где деньги убрали все некачественное молодец кассир молодец молодец господи кассир директор молодец что-то уже женщина не такая уверенная нервничает на телефоне все юристы клина сейчас напряглись ты хотел сказать алка улай мы страху вообще очередная история если какой-то вызов что там типа нападение еще чуть-чуть в последнее время стали страховать значит хватает сотрудник значит хватает неадекватов что надо страховать двум людям с автоматами нужно еще по страховке из двух людей стала я специально поставил на паузу вот вы сейчас в чате кто смотрит на стриме или в комментариях догадайтесь что будет первый вариант человек просто мимо пройдет второй вариант он пройдет мимо и что-то скажет третий вариант начнется что-то но просто вот запредельная написали мать все на паузу сейчас поставь напиши в комментариях очень интересно внезапный да вообще я что-то глянул краем глаза причем мы стояли просто разговаривали просто или разговаривали просто это разговоре два человека 3 нас снимает все меня удали вот они мои хорошие от она моя от она моя целевая аудитория до школьнички мои родные дам в комментариях обязательно пишите сколько вам лет всем школьникам да обязательно люблю да а то youtube врет там как каких-то 25 меня смотрят вот пожалуйста вот они работягам уважение уважение стояли до конца молодцы пацаны здорово здорово клинским всем привет запомнили до фразу чем говорит запомнили все зафиксировали матом ругается зачем матом то выражаешься ты меня снимаешь милейший светлейший бедолага достопочтеннейший рядом район чепель я напоминаю вот здесь вот за забором вот идет район чепель да кто кто живет в клину знает что это за район прекрасный прекрасный замечательный два фонаря три дома 5 улиц молодцы ребят я его всегда обходил стороной очень хороший фиксирую на виде не снимаю снимаю девочка на трассе я считаю то что артем здесь все правильно сказал потому что человек оскорбил когда идет идут прямые оскорбления на ровном месте мне в принципе общаться тоже культурно но незачем с человеком зачем он просто понимает другой немного языка язык общедоступные понятны это мое личное мнение то есть кто-то мыслит по-другому просто так быстрее доходит информация да если что брата давай нас тебя вот так вот и снимай прям стой наглый морд вот так и что потом выложу и что где девочек про это понял так он мальчик ну ладно допустим а ты знаешь где продают ты занимаешься этим я найду где ты занимаешь как опозориться за пять минут на несколько миллионов человек с этим я найду где а где скажи я не понимаю зачем зачем ни один вопрос на протяжении вот всего диалога артема этого человека зачем я не могу понять он не поиск раз расскажи где продает я найду расскажи я не переживаю и вот наш так позориться слушай вот это же надо вот так вот ты как позоришься как то что магазина чешет просрочки от какой-то просрочки от обычной две тележки везде да и чем нет похер а нахер то тогда спрашиваешь от какой ты просрочки очистил человек говорит две тележки мне похер зачем ты тогда спрашиваешь где логической составляющей вообще мысли твоих ход мыслей где он отсутствует а ну ты жрешь месяц и просохте нормально да да мне похеру что-то очистил ты не понял а зачем ты тогда спросил я тебе я прохожу жрешь и будешь жрать просрок все кушай просрочку нагибайся начали раз еще раз я тебя по-нормальному попросил когда выходил я тебе нагрубил и не понятна расчете сделая просьба отклонена дальше отклонена да а ты кто такой покупать вот и а у вас есть хорума амбуру ну и как и мою просьбу с отклонять знаете поставьте вот это вот лицо сейчас и помните когда на одном из рейдов от недавних в этом в химках наш любимый да когда помните это же было лицо когда дверкой девочку наш прекрасную до прищемили защемили да вот вот там вот сейчас вот там нет там не ступор там сейчас там да там сейчас идет это там может 20 выйти погулять да да теряешься о чем нельзя мы лёха 20 знаешь такого териться а можно да матерись вообще я матерюсь я я я пришел качать качай я я суббота родной суббота стояли два типа общались между собой третьих снимал на камеру но попал ты в кадр что за тобой побежали не сказал бы вообще на тебя никто внимания не обратил вырезали бы тебя из видео и человеком который незаконно меня фиксирует на видеокамеру я напоминаю рядом стоит сотрудник росгвардии в упоре у которого нагрудная камера но мне убегать от чего от кого от тебя что ли не ну смотришь проводил поедем решим а я говорил артём не подведет город клин он говорит нет ничего не будет я говорю и заряд и зря мой хороший зря обязательно что-то под пожалуйста давай раз на раз на молотках за магазин давай точно докажем кто прав как-то обезвели наш раз я напоминаю в метре от него стоит сотрудник росгвардии с нагрудной камерой в метре в шаге просто вот он стоит вот прям где ступенька и все это смотрит прям в упор на него как девочка заявление пишет как девочка запомните запомните если вам где-то снесли даже кабину никогда надо на мужика надо собственное расследование провести и обязательно воткнуть за магазином виновного если что это естественно юмор такой специфический да а еще можно залезть на дерево и говном в друг друга кидать да как раньше вот тут это да да вот это тоже можно туда тут забраться то есть все слезают оттуда потихоньку кто-то назад это у него назад это эволюция или как дедукция эволюции назад короче он лезет никак не может мы живем в правом государстве и у нас есть полиция у нас есть законы если ты живешь понятия и нормальные дадут сказать мужики нормальные так иди с ними зарубись скажи сотруднику росгвардии эй ты слышь и вот то слово который ты до этого говорил и знаешь как чтоб для остроты ощущений вон тем двум он они стоят тоже два космонавта вы поняли да скажи эй вы тоже два я вас это пойдем за магазин вот это да вот это я понимаю вот тогда ты точно докажешь что ты настоящий мужик решаешь все четко вот это да вот это понимаю раз на три потом это нормально ты если как девчонка пишешь как девчонка пишешь заявление машину угнали не пишите за ничего ограбили квартиру не надо ничего писать она все само найдется оскорбил вас кто-то я не знаю что-то плохое вам сделали нарушили закон в отношении вас обязательно сразу раз на раз вызывайте жестко сразу давай один на один просто видим жестком да молодец на ценное на каждое слово значит и сам есть телка по логика вообще железная просто стопроцентная логика молодец я за магазином нет пойдем на футбольное поле можно перед 65 отделением нашим чисто зарубиться на проходной я только там рублюсь прям перед аквариумом просто зайдем мы просто зарубимся чувачка ну просто реально рубанёмся нормально по жесткому ты предложил я место выбор ой господи мы все так а зачем ты мне нужно сразу мне интересно понимаешь а чё ты сразу мне не ход ты даешь задний ход даешь я не пойму раньше раньше вот когда дуэли были всегда выбирали почему сейчас один выбирает давайте восстановим справедливость давайте три варианта ответа хотя бы два от один предлагает за магазином там что там на топорах на молотках артём иди дальше предложи ему рыцарский турнир на конях в доспехах я проспонсирую на к на коне с этой спикой а чё такого чё не мужик что чё ты как девка то давай докажем друг другу мне было неинтересно какой задний ход я напишу тебе заявление сказал тебе какое быдло то я считал что яска было все а я тебя ненормально попросил меня удалить ты сейчас матом выражаешь зачем человек стоит оскорбляет изначально сказал и теперь нормально что-то стоит разговаривает с кем нормально разговаривать если вы опустились до оскорблений другого человека с вами диалог будет только на этом же языке с вами никто на вы общаться потом не будет если ты сам быдло то с тобой будут как с быдлом общаться и воспринимать тебя тоже будут как быдло конец истории хочу как хочу хочу как хочу ну хоть и как выражаюсь глупый что ли а ты чё умный что ли нет это потрясающий диалог я серьезно но это просто потрясающе ничего или те как обещал смотреть те на каком языке обе на на любом на французском можешь или давай за магазин или на французском или так по закону у нас по закону запрещено выражаться матом в курсе что она бактерии мало я там за бактерии втирает нулась молодец окону надо спрашивать прежде чем кого-то снимаешь а ты хочешь а сирону говоришь бред да да опять подошел не мужики нравятся как и приближаешься слушай я не люблю мужиков есть и нравится мужики есть любишь не приближаться я нет я тоже вот и ко мне подходишь я ты держу дистанции коми подходишь зачем по нормальному говорю меня удали ты свободен снимаешь ты приехал чешным раз фиксирую на видео 1 рок те какая разница еще он приехал снимать зачем ты с ним разговариваешь о его целях здесь пребывание и здесь не мой посол я уже снял и снял просок с прилавкой зафиксировал на видео стоишь в проходе каждого нравится ему там стоять там тепло это уже не твое дело а чё это дело не знаю мое вот тебя тебя садим вот часть я скажу брата трогать вот это вот мышиная тема сейчас одну секунду а лишь в проходе каждого сейчас прям покажу вот смотрите такая максимально мышиные темы сейчас покажу в чем дело не знаю мари он оборачивается это на это просто можно не обратить внимание но я просто рядышком стояла все это как бы воспринимал вот тебя это касается вот сейчас я скажу брата трогать меня не надо он его берет он его напрямую провоцирует прям просто вот провоцирует вот после вот этого после вот это вот вот этих вот ударов как хотите называть похлопал там еще что-то как только есть действие на все на это есть противодействие сразу то есть ну каким бы кто широким не был отлет со ступенек он неизбежен потому что ну человек он 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 опасно снесет определенную если он так скажем вызывает на агрессию вызывает на какие-то действия противоправные то рядом его никогда не надо держать потому что он может все что угодно сделать принципе ну то есть да да здесь есть прекрасное средство это да вот абсолютно верно вот здесь я не понимаю что сотрудник стоит я не понимаю он прекрасно слышит диалог почему он не вмешивается почему он стоит почему кого бояться кого чего бояться человек стоит на камеру он говорит то что я бы сейчас тебе бы один уже сидит в машине все уже он отдыхает уже сидит я бы сейчас ну я бы ну давай под 10 камер давай бах ничего заедь жизнь разбавь я не знаю новыми красками ради чего изначально вопрос ради чего опять возвращаемся ради чего зачем непонятно это матом еще угрожать сейчас я слышал вот видео ну человек угрожал бери задерживаю что стоим решительный не бойтесь вы никого парни не бойтесь у меня вот камеру у меня вот фиксация нормально ну ладно я буду зеленый начать в чем проблема по поводу выражался матом выражался матом общество месяца здесь и что и что выражался и что запрещено в общественных местах выражаться матом причем артема здесь пожалел я считаю он не стал говорить за эти да то что он там я сейчас тебя еще что-то там то что он тронул его там еще что-то ну то есть человек то что провоцировал вообще за это наказывать надо то есть ну это неправильно такого не должно быть я еще раз говорю мы в нормальном обществе живем в цивилизованном хотя пытаемся жить и вот из-за таких вот людей вот он может и человек-то нормальный просто ну суббота понимаешь у всех у них у всех свербит в одном месте все и чё ничего пойдем с нами про машинки моя ну и чё чё кто добился в субботу шел с покупками назад пятница какая разница все отдыхать все идут но в субботу там в пятницу человек идет с покупками он уже бы домой ехал он уже приехал город маленький в итоге что что кто кому доказал ради чего во второй с комфортом чё кто добился что люди такая логика что зачем заявление писать лучше раз на раз зачем решать правовом поле вопрос лучше раз на раз пойти подожди здесь он прав как бы не мужик чё отчет сразу же чё не можешь зарубиться ну а чё пойдем шахматы сыграем можешь не может парах на на саблях пойдем в тире на копьях рыцарский турнир сесть в автомобиле мы никто не трогал мы никто ничего не говорю и поехали отмечать всю пятницу он был поехать дальше заниматься им делали сейчас его задерживают сейчас напишется заявление сейчас будет объяснение вечер пятница возвращение легенды рука уже забинтована возможно с прошлой пятницы на самом деле я очень понимаю что они стоят здесь доставили бы их в отдел да и все они могут спокойно уехать в отдел я тоже кстати не понял за для чего они стояли все это время задержать их там до трех часов а по арестной статье могут и до 48 часов до суда задержать их два дня зачем да потом еще суд если еще пять суток день накинет сверху они могут спокойно сейчас отвести в отдел можно просто липануть одну фразу и можно пять дней в принципе санатория государство кормит о в тепле держит одни плюсы проблема лишь в чем проблема в том что я вот допустим стоите а слушаю это что-то новое для меня а вот если бы я более внимательно читал правовую базу на бусте то есть как он это делает я не пойму как этот человек он генерирует этот человек реклама после куда-нибудь подрабатывать пойти муж конь-то рекламное агентство это же гениально я знаешь как все вот это кликнул и все последний кровный отдал до благо до ночи и благ кстати спасибо да ребят кто кликает кто поддерживает копеечки ссылочка внизу в описании как говорится бензин не бесплатный да и нервы до ссылка внизу в описании 100 рублев все 100 рублев а там весь доступ и к фильмам и ко всему остальному опять реклама душу такое как он так это все делай да на бусте спасибо за подписку добро она вернется я так тоже всегда всем говорю лёш я тебе не намекаю но я бы рекомендовал твоей матушке всем твоим родственникам и друзьям тоже посоветовать правовую базу да чтобы вот так вот случайно не попасть в магазине ребят не будьте такими как они оформляете подписочку как они не поддержите канал само собой тем самым смотри 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 добро пошло на выходные о вот она пошел процесс не хватило видимо а вот здесь вот если честно то что там по поводу камеры ну это ну ладно пол беды ну ляпнул ладно там можешь там с вызова с какого-то едет там да на нервяках все еще ладно ну хрен с ним можно понять вот то что женщина садится без осмотра она ее не досмотрели есть полностью прям от а до я как она выходила сел это все на моих глазах то что она села в автомобиле и никто эти пакеты не смотрел хотя стоят три сотрудника она спускалась по лестницам они все прекрасно видели и просто она с пакетом садится назад дальше ну разворот событий может быть следующим к сожалению это не просто слова ну вещи которые происходили в нашем городе правда сотрудниками гаи дальше поворот событий очень простой они едут в отдел эти двое сзади говорят а ты в курсе что все сотрудники полиции кто правильно и в сумке совершенно случайно оказывается что правильно все конец все парни будьте вы внимательны по ответственнее относитесь к службе за место того чтобы за камеру что-то говорить начинайте думать головой это по я понимаю что это маленькая вероятность что может быть этого и не будет и так далее надо все смотреть я уже молчу про до всякие другие штучки и так далее и тому подобное никто никого даже не досмотрел это разве в клюну было чепель волоколамское шоссе 25 или какой-то там адрес там 20 какой-то короче вот это 25 здание это не помню какой-то все наброс с пакетом садится а затем она к нему села в машинах смысле она к нему сел да не но подожди но клин радушный год не на самом деле вот эту всю картину я наблюдал в окно и как бы я не понял правда не понял то есть я был до конца уверен что что когда вот отошел что хотя бы перед автомобилем посмотрели но как оказывается нет проверили просто к нарушителю общественного порядка посадили человека вообще кого-то известно продолжают отмечать пятницу возможно уже в автомобиле на самом деле вот обыск он ну то что людей не обыскивать когда садятся в машине это зачастую заканчивается очень личный досмотр должны делать стопа но ребят запомните личный досмотр проводится только лицами одного пола с вами в присутствии понятых для тех кто не понял что такое пол это не ламинат а девочек досматривают девочки мальчиков мальчики поняли нет ни наоборот про понятых не забывайте их одного с вами пола вместе с составлением протокола досмотра либо информация о вашем досмотре вписывается протокол задержания или протокол доставления смотри кого-то на ну ладно еще один поехали все стоят все курицы веселятся все весело все нормально добрый обратите внимание на сотрудников очень быстро тоже приехали ребята то есть я бы не сказал что и кто-то прям очень долго ждал я напоминаю это пятница поэтому ну очень-очень быстро примчали ну один который сидит в легковушке он да он выражался не с узора бранию уже обладает информацией тоже это заметьте мелочь но заметь то что уже ему все передали он говорит я в курсе новостей он угрожал нам ударить бутылкой разбит голову он тоже не отрицает да а второй матерился также при сотруднике росгвардии смотрите как по форме смотри как аккуратненько опрятненько все приятно смотреть я ничего не видел да а протокол принятие условия не есть у вас последний закончился перед нами я думаю ждать тоже него если у вас нет мы напишем сами просто я хочу еще успеть понимать сейчас смысла ждать нет мне не сложно писать нет дать собрал две ручки лег то пишет вот лишний раз на тему того что чина 1 я лишь не раз на тему того что когда есть какая-то ситуация связанная с тем что реально сотрудники быстро приезжают на вызов быстро реагирует все делают то есть они в курсе ситуации всегда идут навстречу то есть это вот когда в комментариях пишут вы там нарочно там еще что-то вот наглядно причем не я это артем он говорит так давай я мы так напишем и все на 2 женщина вот тоже был состояние алкогольного опьянения но она не агрессировала они что не пили мы сужили все народ заняты от нас дернули спешего наряда спешего наряда он не отрицал и на камеру и сейчас не отрицает ну да я так и уделился просто обычно знаете на мужика до талого пошли это моя фраза да нет стоит вот машина причем все говорят хочу их не везут чушь тут время-то что тратит два часа уже простояли чего кого ждем непонятно данные свои можно попросить записывай адмирал иван федорович грузенштерн человек и пароход заявление цыгает можно написать я воняет я воняет можете но вообще с ним есть находиться не имеете права статья 22 такой же юрист нет уже нет я напоминаю это еще не март сейчас будет март середина марта там будут самые лучшие рейды это я вам гарантирую сто процентов как только сейчас будет потепление пойдет процесс он необратимый абсолютно неизбежный ребят кто служит меня поймут это будет просто все четко сказал все четко не ну как говорится две звезды уважаем это как раз женщина когда была с тем которого забрали сейчас все заявление написано фиксации и вас на этой фиксации сами жаждане старой эту себе лбу мощно ладно так и запишем отойдем давайте девочка приятный полицейский к улыбчивый стоял как себя будет вести молодец очень корректно общался все знала и тоже что-то спросил давайте давайте вам помогу сейчас все быстренько напишем такая оль очень-очень прям приятная вообще не справилась и ожидание владеется вражать себе окружающих походе процедуры на я напоминаю два часа люди потеряли в магазине сами к нам подошли сами начали чё-то качать кому-то доказывать вот это потом вот 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 эти вот они потом в клинском нашем любимом паблике а вы знаете что там блогеры были там все вот такого на лоб просто положили там молодцы ребята быстро отреагировали вообще красавчики не может скучно живет скучно он утро женщина решила написать заявление ее право по ее мне паблик подслушано в клину там все нормально ну как обычно оскорбление то что она заходить в алкогольном опьянении в магазине это оскорбление но я на заявление писать не буду поскольку он тоже нарушает и в сотрудник полиции только что прямо сказал но мне как бы женщина лично ничего плохого не сделала и я не собираюсь мне какое-то заявление по факт дали да говорят что алкашкой назвали это она сама про себя такое думает я не понимаю ну вот она вот взяла ну хорошо обманула написала заявление возьмут со всех камер видео аудио ну я могу вот то что мы снимали если захотите если попросите могу выложить полную версию то что мы снимали там вообще все от а до я хотите напишите в комментариях давайте на бусте я значит выложу вообще без склейки я не знаю я не понимаю как это работаю включите лайков навалите и в комментариях да напишите я выложу без проблем без склейки без ничего просто ну какие-то моменты уберем но я не буду ни монтаж ничего делать просто совмещу кадр да и все хотя там на может быть даже одним кстати я не знаю как сабинка снимал смотрите у нас с вами диалог был час где-то пока мы ждали сотрудников полиции с собой если так удобнее будет час не получилось ничего у тебя не получится подколол делать мы час не будем пересматривать если тебе это интересно ты можешь запросить камеры у магазина сама попросил на ты ну ладно ты там нет не нужно потому что я знаю что этого не делал и люди зрители это увидят что этого не делал это даже в голове это не укладывается это же может со стороны кто-то снимать эти оскорбления то есть где логика то вообще я сказал мне интересно правильно делает не имеет права это делать незнакомый лицо и мы также пишем человек не представляется ну как бы окей пишется время где находился там мы потом дальше разбирательство просто по камерам смотрит и находит но в принципе что нарушителей забрали по факту заявление мы подали и на одного и на второго Сотрудникам полиции в кляну просто браво Услышали, да? По общей картине, снова молодцы Но Я считаю, Росгвардия, конечно, немножко подкачала Не немножко, а нормально Есть с чем поработать Четко, быстро, главное И качественно Мы с вами прощаемся, до свидания Женщина пишет заявление Ее право, бумага все стерпит Как бы пьяный мозг может иногда подкидывать разные Может быть завтра что-то изменится В лучшую сторону Я сейчас Пожалуйста Еще не март Ребята выходит улбать Мое личное пространство нарушает Какое твое личное пространство? Сумасшедшие Какое пространство личное? О чем вы вообще говорите? Это помощник юриста или кто это? Пожалуйста Скажите, пожалуйста Там статья прописана Он имеет право снимать Вести видеофиксацию Да Но не лично Ну тут что же Он имеет право снимать Но не лично Какая дурка Вы что, убораете что ли? Вы меня куда везете? Вы только не говорите ему то, что камер в магазине 150 штук А то он сейчас пойдет их все выключать С ума сойдет Я подам А я подам Сейчас в данный момент Каждая снимает нас Забота сотрудников Полиции глаз Имеет право Есть там Там кто-то есть Там аж Нимб Нимб И свет и звук Молодец Молодец Стоя Просто Мы добились В принципе Своей цели Зачем мы приехали Просроков в городе Клин Стало немного меньше И спасибо Наверное Адекватным Сегодняшним людям Все, кто участвовали В этих съемках Начиная от сотрудников Полиции Откончая Директором магазина Который быстро Все утилизировал И все сделал по закону Машина такая Осталась стоять Вот стоила она того Вот стоила Вот она того Чтобы бросить машину В результате он уехал Сейчас неизвестно Как она просидит Вот стоила она того Человек пришел С одним мышлением Причем повторюсь Я уверен Чувак-то нормальный Ну все может быть Но надо людьми оставаться Зачем вот эти оскорбления Зачем все это было Зачем Нормальный тип Я уверен Ну он немножко Бодловатый Ну для чего Вот это все Агрессивный Озлобленный Он считает Что он прав Сейчас он посидит Подумает А сейчас смотри Он как исправится На другой уровень Выйдет понимание Будьте добрее И умнее Очень помогает жизни Подписывайтесь на канал Обязательно ставьте лайки Под этим видео Подписывайтесь на канал Лехи Ссылочка на его канал Также будет в описании Я кстати восстановлю справедливость Я вам честно говорю Я не прошу под этим роликом Никакие лайки Да и под тем Не надо было даже ничего просить Просто если вам видео понравилось Ставьте палец вверх А с цветами Для директора Чекайте телеграм-канал Heartinsight Я свое слово Обязательно сдержу И очень надеюсь То что она все еще там работает Я обязательно доеду В любом случае Отчет кину Очень надеюсь То что она будет работать Мое почтение До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok